Но несмотря на все жуткие случаи и новости с пометкой ЧП в такси, за последние 5 лет этот вид транспорта становится особо популярным средством передвижения. 46% опрошенных стали чаще ездить на такси, еще 39% вызывают такси примерно с той же частотой, как и прежде. И лишь 15% не доверяют поездке машинам с шашечками. Статус доверия такси основан на вероятности попасть в ДТП. По статистике, личные автомобили попадают в аварии в 2,5 раза чаще, чем в такси. А смертельные ДТП с такси и вовсе случаются в 5 раз реже, говорят в аналитическом центре при правительстве России. Тем временем, 79% опрошенных в СИОМ считают поездки в машине с шашечками в их городе безопасными. И здесь главные критерии. Итак, соблюдение водителям правил дорожного движения 66%. Аккуратные манеры езды волнуют еще 62%. Чуть меньший процент набирает техническая исправность автомобиля. Вот здесь, кстати, я бы поставила и свой голос оставила здесь. А вот поведение водителя, его внешний вид, речь и вежливость почему-то не так сильно влияют на безопасность. Всего 45% уделяют этому внимание. Тем временем, парк такси в России ежегодно увеличивается на 17%. Число водителей за 8 лет выросло в два раза. Профессиональных таксистов в стране около 700 тысяч человек. При этом, что немаловажно, увеличивается и годовой пробег автомобилей, катающихся по маршруту. Тем не менее, в первую очередь, перед тем, как сесть в такси, пассажиры все же обращают внимание на сам автомобиль, его внешний вид и состояние. Потом только наблюдают за мастерством самого водителя. А вот меньше всего баллов набирают такие критерии, как наличие лицензии на перевозку пассажиров, гражданство водителя, форма собственности такси, таксопарка или просто бомбила и марка автомобиля. А вот лицензия и гражданство водителя влияют на безопасность и качество перевозки пассажиров, как ни крути. Но вот посчитать, сколько водителей реально оказывают услуги такси в Ярославской области, сложно. Зато на портале открытых данных Ярославской области есть цифра реального количества выданных лицензий. Это 4344 разрешения.